Здравствуйте, рады мои! Кто нам не рад, то здравствуйте! В этом видео я хочу поговорить о заговорах на воду. Вот, даже ученые сейчас, ну не сейчас уже, давно уже, заметили, что вода сохраняет информацию. А именно, даже слова рады мои. Вот тут ходит Масяня за мной, блин, думал, что-то вкусное принес. Иди отсюда. Так вот, рады мои, и религии, все религии мира, так или иначе, связаны с водой. Вот как наше крещение, и все остальное. Это, ислам тоже. Руки, лицо надо мыть там до этого, или после этого какие-то. Ну, все вода везде. Вот наш организм, рады мои, по разным источникам, от 60 до 80 процентов состоит из воды. Но это, по-любому, больше половины нашего тела это вода. А вода, тут же нам все говорят информация. Есть у нас пословицы, две из них испахабили, типа, говорят, воду ступи толочь, это значит глупостью заниматься, или вилами на воде писать. Так вот, рады мои, у нас другие пословицы есть. Ну, ты как в воду глядел, или друзья водой не разлить. Ну, значит, с помощью воды можно поссорить друзей. значит, с помощью воды, ну, ты как в воду глядел, то типа, можно получить какие-то знания, какую-то информацию. Так вот, рады мои, как же шептать на воду-то? Как делать заговор-то? Да вот, когда вы начинаете пить любую воду, вот просто попить, вы скажите, я вам не могу такие слова говорить, потому что это надо индивидуально каждому все говорить. Ну, это уже просто, рады мои. Придумайте сами себе два, три, четыре, пять хоть сколько слов хороших, добрых слов. Даже они, может, не связаны между собой. Ну, главное, чтобы каждое слово имело какой-то добрый смысл, хороший, полезный. И при тем, как воду пить, любую, хоть бутылочную, хоть там любую воду, чтобы попить, вы шепните, вот эти три-четыре слова. И что произойдет, рады мои, в этот момент? Вот смотрите, в этой воде, в этой воде, допустим, есть какая-то информация. Уже есть. Ну, как вы пьете? И вот смотрите, вот если вот текст, допустим, взять какой-то небольшой текст, ну, любой текст, и то ставить ваши эти слова, согласитесь, получится тарабарщина. Что-то тот человек будет. вот так же здесь, если там негативная энергетика какая-то, информация в воде, то ваши слова разрушат это, понимаете, получится тарабарщина. И это будет не вредно, понимаете, хотя бы. если вам хорошая информация, то хуже не будет, рады мои, во все случае. Вот. И поэтому, когда моетесь, пьете воду, вот что-то либо делайте, всегда на воду пошепчите. Чтобы, во всяком случае, разрушить, если что-то негативно будет. А вот, как подготовить воду? Вот именно воду вступит в лочь. Или заморозить воду. Прокипятить не знаю точно, и пить воду. И вот водопады, вот замороженная вода, которая оттает потом. Тайная вода, родниковая вода. Все это полезно, но она не содержит информации, рады мои. И вот в это время можно что-нибудь сказать, пошептать на эту воду. Приготовить. Вот сколько держит информация, вода, сколько держит информацию, я не знаю там. Каждый по-разному говорит, кто 12 часов, кто там 3 дня. Можно вообще в чужую. не знаю. Ну вот, что вода содержит информацию точно. И поэтому воду подготовить можно. Я говорю, заморозить, или с разных источников смешать, или как водопад. И скажите ей что-нибудь хорошее, наговорите, придумайте, даже может придумать. вот это вот, которые вам говорят, что по заговору-то, целитель, там, все там, в книжках. Навряд ли, это поможет. Что-нибудь свое, рады мои, чисто от души. Скажите. И это все будет помогать. Если я повторяю, если вы воду подготовите. Но, рады мои, но, есть такое но. Вот в Библии есть слова. Библия это умная книга, умная книга, коранумная книга. Конечно, она не для людей написана, но там слова умные есть. И там есть такое выражение в Библии. Если ты злой на брата, вот идешь молиться, и злой на брата, иди, помирись с братом, а потом молись. Так вот, рады мои, перед тем, как считать на воду, если вы по какой-то причине злые, недовольные, или что-то вас не совсем, ну, поняли. Если вы будете что-то говорить хорошие слова, но вот тоже негатив, тоже придет к воду-воду. Поэтому нужно успокоиться, помириться. И вот это вот, от чистого сердца, вот это вот, от всей души пошептать. Вот туда это будет информация. Но если вы хотите сделать яд, и вы злой, там, злая, 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 и гадостиной говорить, то вода это 100% будет такой сильный негатив, рады мои. Поэтому, перед тем, как шептать, надо думать, что, какое у вас состояние, и все. И думаю, это помогает, обязательно, помогает, и все, и повторяю, везде, всегда, на воду шептите. На все, рады мои, лайки, дизлайки, комментарии, да, еще, если какие-то пословицы вы знаете, дорогие, про воду, напишите, пожалуйста, мне кажется, людям будет интересно. До свидания, рады мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова